всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду помните вот этот выпуск в нем я обещал вам показать несколько более интересный вариант приготовления вот этого года пробил час сейчас все покажу напоминаю что этот ролик тоже выходит в первую очередь для тех кто оказался в отпуске у моря и хочет осьминога но не знает как все очень просто вот у меня предварительно сваренный и варил его вчера примерно так же как в этом ролике но только примерно отличие есть не сказать чтобы ощутимые варил его не просто в воде а в смеси один к одному с красным сухим вином вы посмотрите как все это происходило я пока угроз к чигарю наливаю сюда вино и в воду будете выбирать вино не гонитесь за особым вкусом но и откровенный шмурдяк брать конечно не стоит понадобится нечто среднее пока эта смесь закипает вот в этой кастрюльке бланширую лук у меня шалот но вполне сгодится и сеянец долго луковички в кипятке держать не стоит одной минуты вполне хватит а если у вас их немного даже и половины хватит все можно бросить на душлаг вот эта процедура затеянная исключительно ради легкости очистки такого вот мелкого лука осьминога я купил замороженного ночь он у меня размораживался я его помыл почистил даже отсюда вот клюх удалил вот он какой в голову вот в эту голову к нему заглянул короче он у меня уже чистый с таким симпатичными глазками и готов к отвариванию можно начинать в предыдущем выпуске уже пояснял здесь быстренько повторюсь на всякий случай вот этот процесс кратковременное окружение в кипяток называется пугать осьминога пугать с непременным отдыха между купаниями и примерно по минутке нужно 35 раз это позволяет более равномерно и более медленно прогреть его внутри он равномерно сжимается и вот это вот красивая шкурка лучше держится ну не совсем конечно идеально зависит от условий хранения но тем не менее все таки лучше а вот если вы сразу его зашвырнете кипяток так и оставите то он быстро норовит облезть и теряет изрядную долю фотогеничности а мне хотелось бы получить в результате красавца а не жалкую кучку щупалец в лохмотьях такой сползший шкуры ну и хватит его запугивать пусть уже валится кипение быть не должно огонь слабый а я пока почищу лук вот кстати я сказал огонь слабый меня очень часто просят сообщать на какую цифру я включаю плиту аргумент такой у меня тоже подобная индукционка друзья мои мощность разных плит разная мощность конфорок разная посуду всех разная конфорка ваша посудину нагревает а посуда тем временем отдает тепло в атмосферу поэтому даже если на одну и ту же плиту на одной и той же мощности поставить две разных кастрюли но с одним и тем же количеством воды то в зависимости от площади испарения одна будет кипеть а вторая едва булькать добавлю уже к осьминогу а значит если вы от меня слышите что огонь средний это не знать что под плиту у вас должен быть средний огонь нет это значит что у вас кипение в кастрюле должно быть среднее если говорю огонь слабый значит кипение вашей посуде слабое а если говорю совсем слабый то как правило и кипения никакого быть вообще не должно пара лавровых листов и пусть варится до мягкости вообще-то в испанских супермаркетах часто продают уже вареного осьминога и если вам в отпуске лень возиться сваркой можете его купить будет конечно не так вкусно как вот этот вот винный ну тоже неплохо прошел час и он уже готов шпаж как видите деревянная легко входит и не менее легко выходит все дам ему остыть и уберу холодильник может было конечно сейчас все продолжить но у меня другие планы вот так вот все вчера и происходило пока вы совершали экскурс в прошлое у меня тут и угли разгорелись благодаря вот этой штуке вейберовский стартер это маст хэв я вам все мозги проклюю и успокоюсь пока у вас подобная штука не появится так вот и угли разгорелись и решетка раскалилась можно приступать гарнит по сегодняшней тажаре будет очень легкий овощной во первых запеченный на углях лук-порей и перчики маленькие сладкие это можно сказать местная классика здесь по осени даже праздник такой проходит собираются толпы народа на углях запекают лук-порей а потом едят соусом амэска я вам уже такого типа гарнир показывал вот в этом ролике если пропустили щелкните да посмотрите но однако займусь осьминогом на решетку его и вот он кульминационный момент его надо поливать растопленным сливочным маслом вся фишка этого способа как раз таки в таком это опаливание уже отваренного головоногого открытым огнем важно конечно не сжечь поэтому не отвлекайтесь процесс происходит очень быстро сливочное масло придает сладость осьминог сам по себе соленый от варки вине еще и терпкий короче сумасшедший набор вкусов и ароматов паре кстати уже почти готов да и осьминог тоже еще буквально минута и хватит им вчера мне остался бульон от варки осьминога лук из него я выбросил свое дело уже сделал а вот бульон охладил и оставил его в холодильнике из этого бульона вернее не из этого а если на этом бульоне варить рис получается совершенно потрясающее блюдо на еще морепродукты всяких набросать то получится великолепнейшие просто вот просто великолепнейшие на ароскальдоса кон мариско то есть рис бульонный с морепродуктами хорошая кстати тема для следующего выпуска а нам нужно разобраться пока с сегодняшним думал все уже можно его снимать а вот так вот лук в паре и еще немного здесь вот подержу угольках в принципе он конечно сладкий его можно уже снимать с огня но хочется еще большей на большего аромата этого дымка подпалености сейчас сервирую все по-быстренькому все пора за стол сюда его так ну а теперь нужно парочку щупалец отрезать естественно раз это морской гад то делать это надо подходящим острым ножом у самура есть вот такой вот кайджу это морское чудище морской гад какой-то японской мифологии мне кажется очень символично отрезать щупальца морского гада ножом из серии как раз таки морских гадов тут у меня подпеченный сладкий перец помидорки разных сортов это все черриобразные все спелые очень вкусные лук-порей очень сладкий уже и щупальца морского гада ну вы же меня не поймете если я такую вот летнюю закуску попадам без пива верно учитывая что рецепт из латинской америки по крайней мере я узнал его от одного перуанца пиво будет мексиканское вот теперь полный комплект начинал снимать очень рано пока еще все спали но солнце чуть поднялось и соседи были со своими газонокосилками будет шумно надо освежить фуришки и жарко уже до освежил симпатично и совсем не сложно как видите и сейчас я с присущим мне беспристрастностью постараюсь поделиться впечатлениями запах ну как не сложно догадаться смешивается аромат масла сливочного и морского гадость минора классно то что он подпечен на углях это чувствуется и да а вчера после того как его сварил его попробовал он был прям совсем мягкий а сейчас проведя ночь в холодильнике и после запекания на углях видимо небольшую часть сока дал и стал немножко жестче но не жесткий он слегка чуть более упругий и не могу сказать что мне это не нравится так как он будет звучать в комплекте с пареем и с помидоркой скорее нужно снять под паленую шкурку так горячий еще мне кажется достаточно чекрыжу кусочек так сменушки усман и парей и вот такую замечательную помидорку а надо освежить пупырышки у меня же беспристрастное изучение вкусов и ароматов так помидорка парей и сменожек на мой вкус великолепное сочетание в качестве пивной закуски парей сладкий но я его не допек до абсолютной сладости у него осталась легкая хрусткость такая и поэтому легкая луковая остринка присутствует поэтому как пивная закуска с такими вот классными помидорками высокими классными подпалеными перчиками очень надеюсь что сегодняшний рецепт вам понравился очень надеюсь что вам удастся выбраться этим летом в отпуск и попробовать морских гадов во все их первозданной красе спасибо за компанию всем пока спасибо за просмотр!